Прощание с историей. На знаменитом космодроме на мысе Канаверал взорвали пусковые башни, с которых больше чем полстолетия отправлялись в небо самые известные космические миссии. С чем теперь осталась Америка и сможет ли снова стать лидером, разбирался Дмитрий Анопченко. Происходящее кажется нереальным. Башни пусковых площадок стартового комплекса на мысе Канаверал заминировали и по команде взорвали. Они были частью американской истории космических побед. Именно отсюда, начиная еще с 1957-го, запустили 325 ракет, в том числе знаменитые марсоходы Spirit и Opportunity. Но в последние годы стартовой площадкой почти не пользовались, вот башни решили снести. И не потому, что они технически устарели, могли бы еще служить и служить, а просто, чтобы место освободить. Здесь, в квартире НАСА, у многих болезненно сжалось сердце, ведь под нож пускают все то, чем они так гордились. Шаттлы теперь отправили в музей, билеты в космос у России покупают, а теперь еще и инфраструктуру на металлолом. Участки на космодроме сейчас сдают в аренду. К примеру, место, где взорвали стартовые башни, забрала частная компания Мунэкспресс, которая надеется когда-нибудь добывать на Луне полезные ископаемые. И ей все это космическое наследство абсолютно не нужно. Для них это не ценность. При Обаме штаты выбрали новый путь, который в итоге оказался тупиковым. Дескать, запускать ракеты за государственный счет дорого, ведь только один старт шаттла в космос, если суммировать все расходы, в миллиард долларов обходился. А бизнес, мол, все сделает дешевле и эффективнее. Но подчинившись приказу сверху и свернув космическую программу, штаты, по сути, остались ни с чем. Старое поколение специалистов отправили на пенсию, новое не вырастили, а частники действуют далеко не так быстро, как хотелось бы. Надежду дал, как ни странно, Дональд Трамп. Во внешней политике он пытается полностью перечеркнуть все то, что сделал Обама. И в отношении космоса на этом желании противоречить, поступить с точностью, да наоборот, тоже решили сыграть. Приказ предшественника – свернуть лунную программу. Планы высадки на спутник Земли и строительство Тамбазы при Трампе признали ошибкой. Деньги опять выделяются, но при этом очень многое придется начать с нуля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.